Сквер Победы вновь послужил темой для упреков администрации Артемовского городского округа. В ходе заседания Думы, после столь продолжительного перерыва в работе из-за пандемии COVID-19, у депутатов к главе Артемовского городского округа Андрею Сумачернову возникла не только масса вопросов о делах насущных, но и откровенных обвинений во всех грехах, как существующих, так и несуществующих. Очередные подозрения к качеству работ в сквере Победы у думцев вызвала людская молва, основанная на предположениях. Молча приняв на себя ушат упреков и недовольств думцев, глава АГО Андрей Самочернов довел до сведения присутствующих. Реальное положение дел в сквере Победы. При этом отметив, что все выявленные недочеты будут устраняться, ведь работы еще не закончены. Правильно задали вопрос, по земле, когда привозили, она была конками, там культиватор ходил и все. Есть, есть там где что исправлять у нас, трава подсеяна. По восстановлению сквера до конца июля сквер должен быть полностью сделан. То есть у нас 20 июля приедет фонтан к нам, вот у нас гранитный его сделают, он приедет с Москвы, установят забор, сейчас видели входную группу сделали, соответственно, и также установят все скамейки у нас по территории сквера. То, что касается воинам-интернациалистам, там мы ту часть закончили, сейчас мы производим доустановку вот этих уличных фонарей там, где у нас ветераном нашим был сквер. Там мы эту работу тоже до конца июля, но это все сделаем. На вопрос, почему же сквер Победы до сих пор вызывает резонанс, порождает слухи, домыслы и обвинения администрации в слишком затянувшейся реконструкции сквера. В рамках интервью телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» ответил руководитель жилкомстроя Андрей Шуклин. По его словам, работы в сквере затянулись из-за переукладки тротуарной плитки в первую очередь. Чтобы было понимание, данную плитку демонтируют по первому этапу строительства, в том году у нас организация, которая положила ее, да, к сожалению, у нас запоздала лаборатория, поздно выдала результат, так бы мы эту плитку тоже бы не оплатили. Но что есть, то есть. Тем не менее, мы написали письмо подрядной организации, что в рамках гарантийного срока попросили их заменить эту плитку, потому что лаборатория установлена, что она недостаточной плотности. Наше письмо осталось без ответа, пришло обратно. То есть мы готовимся к суду, это письмо тоже будет к делу приобщено. И сумма аукциона, которую мы с подрядной организацией, там, ИП Чернов выиграл, который на переукладку, это город Челябинск, да, который демонтаж плитки осуществляет, и монтаж новый будет производить, эта вся сумма будет учтена также в исковых требованиях к этой организации, которая в том году у нас занималась сквером Победы. Эту плитку мы аккуратно все запаковали, она находится на складе, так что можно в любой момент прийти, посмотреть, проверить, просчитать. Срок выполнения работ по освещению сквера, установке ограждений, скамеек, фонтана, по словам Андрея Шуклина, запланировано до конца июля. Начата установка светильников. Установку светильников выиграла подрядная организация ИП Упоров, Олег, это город Артемовский, то есть его взяли к себе на подряд Белов Алексей Андреевич, который у нас строит второй этап, взял к себе, и он у нас выиграл строительство освещения первого этапа, то есть он полностью все освещение делает и первого этапа, и второго. Светильники уже закуплены полностью, 100%, опоры под светильники тоже, уже все скомплектовано, приступают к монтажу. Второго этапа начинают, со второго этапа и потом переходят на наш сквер Попедуз. Ограждение у нас выиграл фирма «Витязь», город Челябинск, тоже до конца июля ограждение будет стоять. Они обещали в конце, в начале июля уже как бы здесь появиться, уже с элементами для монтажа. По установке и монтажу фонтана организация ООО «Левша» предоставила нам уже собранный на своей территории фонтан из цельных блоков гранита, который будет смонтирован на нашей территории. Основание фундамента мы уже для этого фонтана подготовили, обещали появиться к нам после 20-го числа. То есть, надеемся, скоро мы все это увидим. Что касается земельных работ, то они будут продолжаться и в следующем году, рассказал Андрей Шуклин. В рамках этого проекта, как бы денежные средства, которые проектом предусмотрено заполнение землей, там потому что видно, что земли не хватает, выбрано полностью все. То есть, на следующий год будем предусматривать, чтобы дополнять, выравнивать это положение, потому что не очень как бы это всем нравится, нам самим это не нравится. То есть, есть ошибка в проекте, что объем не досчитали до конца, увидим. Озеленение и установку скамеек в сквере выполняет один подрядчик – ООО «Партнер». Одна организация выиграла и озеленение, и установку скамеек. Это у нас организация «Партнер», так называется ООО «Партнер». То есть, они уже засеяли травой газонной, но кое-где было замечание, что конопля пошла. Эту коноплю мы видели. То, что в Егоршинских вестях, как бы, да, там, вот, как бы, жаловались, и депутаты жаловались, и жители жаловались. Хочу депутатам, как бы, попросить депутатов, в следующий раз приходите в жилком строй, если есть вопросы какие-то, а не идите сразу в газету, потому что мы с вами одно дело делаем. Это не тот канобис, который курят, да, это как сорняк, это не содержит наркотических средств. Ну, по этой конопле у нас заключен договор с организацией, которая за два раза его, как бы, уничтожает. То есть, он убирается очень просто прополкой. Это же организация «Партнер», посадила газон, и осталось ли на него посадить уже цветы. То есть, сейчас решается, там у нас в проекте тюльпаны, но сейчас мысл тюльпаны садить тоже, как бы, негде. Ну, нету, сейчас будем решать вопрос пересогласования других цветов. Эта же организация «Партнер» у нас делает монтаж скамеек и урн. Полностью все закуплено, будет так же сделано, как напротив мемориальных плит. А проверка Андрея Шуклины – слухи по оплате входной группы, которую пришлось переделывать. Входную группу полностью переделали. За входную группу мы оплату не производили, где-то там было написано, что оплата нет. За нее оплату не было произведено. Мы ее демонтировали и оплату не произвели, потому что лабораторная экспертиза показала, что плотность… Ну, переморозили бетон, другими словами. Все, плотность не соответствует. По аукциону мы отыграли аукцион. У нас выиграла фирма «Спирит». ОО «Спирит» тоже наша местная организация. Они выполнили как бы все согласно проекту. То есть с подсветкой. У нас нижняя часть подсвечивается. Между колонн белые полосы, они в темноте тоже светятся. И буквы, если стоять лицом как бы к скверу, они тоже в темноте светятся. И помимо того, установлена бегущая строка, которая как бы показывает и температуру, и как бегущая строка может работать. Монтаж произведен. Произведена пусконаладка. Но есть небольшие как бы нюансы. Но организация наша местная, они идут как бы навстречу. Тоже замечания они устраняют. В данное время жилкомстроем прорабатывается вопрос по установке в сквере видеонаблюдения, чтобы оградить его от вандализма. С этим предложением предприятие планирует выйти на Думу. Кроме того, по словам Андрея Шуклина, все расходы по содержанию сквера лягут на жилкомстрой. Сейчас идет составление сметы. Продолжение следует...